Аминь. В Христе свете истины просвещает, освящает всякого человека, грядущего между нами цена, свет лица Твоим, водонемцам, свет непреступных, исправить стопы наших дел, но заповедник, молитвами пресчистой Своей Матери всех святых Твоих. Аминь. Родной, Боже, Боже, поведитель Твоя, Твоей, 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 Светлой, Благодарстви, Моя, Господи, Своей, Твоей, Твоей, Бога, Родице, но я по импучая держава непобедимую, от всяких на дверь свободе до заветки, радость небесная и небесная. Слава Тебе, Христе, Боже, упование наше, слава Тебе. Слава, Отца, Сына, 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 Бога, и не пресчае в Олигарии, Господи, Павел, Господи, Павел, Господи, Павел, Господи, Христос истинный Бог наш, молитый и печисть со Своей Матери всех святых, помилует и спасет нас, как благ и человека любит. Аминь. Господи, Павел, Господи, Павел, Господи, Павел, Господи, Павел, Господи, из беседы святителей Иоанна Зотоустного. «Если же рука Твоя и нога Твоя соблазняют Тебя, отсеки их и брось от себя». Евангелие от Матфея, 18 глава, 8 стих. И далее 9 стих. «Если же нужно отсекать член, который, будучи соединен с нами, вредит нам, то не гораздо ли воле должно удаляться от друзей, когда связь с ними ведет не к добру. И так не всегда хорошо согласие, как и не всегда хуже, худа не согласие. Я говорю это для того, чтобы мы избегали людей злых и искали добрых. Если же отсекаем сгнившие и неизлечимые члены, опасаясь, чтобы все тело не подверглось той же заразе, и делаем это не из пренебрежения к ним, а из желания предохранить прочие части тела, то тем более должно поступать так по отношению к людям, общество которых зловредно для нас. Если мы можем и их исправить, и сами не потерпим вреда, то должны употребить на то все старания. Если же и они не исправятся, и мы получим вред, в таком случае необходимо их отвергнуть и бросить. От этого и они сами часто получают гораздо более пользы, потому-то и Павел убеждал таким образом. Итак, изверните развращенного из среды вас. Первое послание к Каринтинам, 5 глава. Пагубно истинно пагубно обращение со злыми людьми. Не так скоро пристает зараза и коростно губит подвергчивость этой болезни, как злые нравы людей порочных. Не обманывайтесь. Худые сообщества разращают добрые нравы, говорит апостол Павел. Первое Коринфянам, 15 глава. И пророк также говорит. Бегите из среды Вавилона, «Спасай с каждой души свою, чтобы не погибнуть». Книга пророка Иеремии, 51 глава. Пусть же никто не имеет порочного друга, если мы отказываемся от детей порочных и не уважаем ни природы, ни ее законов, ни ее связи, но тем более должны убегать порочных друзей и знакомых. Пусть мы и не получим от них никакого вреда, но все же не в состоянии будем избежать худой молвы. Посторонние не всматриваются в нашу жизнь, но судят нас по нашему обществу. Заповедую это и женам, и девам. Сказано ведь «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми людьми». Послание к Римлянам, 12 глава. «Будем же всячески стараться, чтобы не соблазнить ближнего, хотя бы жизнь наша была самая праведная, но если она служит соблазном для других, теряет всю цену. Но как возможно, чтобы праведная жизнь соблазняла? Это бывает, когда сообщество с другими людьми навлекает на него худую молву. Когда мы, надеясь на себя, обращаемся с людьми порочными, то если сами и не терпим вреда, соблазняем других. Говорю это и мужам, и женам, и девам, не доставляя их совести узнать в точности, сколько отсюда рождается зол. Пусть я не подозреваю ничего худого, а равна иного другой из более совершенных. Но простодушнейший брат терпит вред от твоего совершенства, а надо бы обращать внимание и на его немощь. Но если и он не потерпит вреда, то потерпит язычник». А Павел заповедал быть беспредкновенными. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни иудеям, ни церкви Божией». 1 Коринфянам, 10 глава. «Я не подозреваю ничего худого о деле, потому что люблю девство, а любовь не мыслит жла. Я крайне люблю такой образ жизни и не могу подумать ничего дурного. Но чем мы убедим внешних? А надо бы и о них уметь попечения. Будем же вести себя так, чтобы никто, даже из неверных, не мог найти повода справедливо упрекать вас. Как те, которые ведут жизнь праведную, прославляют Бога, так напротив живущие худо подают повод к хуле на Него. Но не дай Бог, чтобы между нами были такие, а да светятся дела наши так, чтобы прославлялся Отец наш, и же на небесах, и чтобы мы могли насладиться славой Его, которой досподобимся все мы по благодати человека и любви Господа нашими, Иисуса Христа, через которого и из Которых Отцу и со Святым Духом. Слава ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Храни всех Господь. А и пословица есть, говорят, покажи, что твои друзья, я скажу, кто ты. Так еще говорят. Аминь. 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 Аминь.